День добрый. Сегодня у меня новый выпуск кибернетической дичи. Культовая когда-то Sony Aiba второго поколения. Модель ERC-210, которая позиционировалась не как собака, а как кошка. Что это робот-львёнок. Хвост утрачен, насадка, но вот можно будет попытаться на 3D принтере напечатать. Уши есть, лапы есть, корица, вот здесь вот прошлый хозяин припаял контакты, чтобы заряжать от лабораторного блока питания регулируемого, потому что док-станции нету. Аккумулятор вставляется вот сюда, вот это вот её карта памяти. Такая вот розовая Memory Stick, проприетарная вся из себя, японская, специально для неё сделана. Ну, вообще-то они были универсальны, но вот эти вот розовые, это специально для Aiba, они содержат их личность. Куда пишут, где записаны модели поведения, куда записываются их жизненный опыт и всё такое. Также в ней должен будет стоять адаптер Wi-Fi PCMSI-ный, соневский. Ну, я не знаю, как его достать, как проверить, пока ещё не знаю, потому что вот только-только она у меня появилась. Зарядки от неё родной нету, никаких родных аксессуаров, кроме флешки и Wi-Fi, который должен в ней стоять, нету. Так что проверить её пока невозможно. Аккумулятор у неё убит полностью в хлам. Вообще, так что реально её сейчас не включишь, не проверишь, в отличие от, как говорится, плево. Аккумулятор у неё ковырялся, паялся, вот так вот банки менялись. Надеюсь, контроллер не убит. Потому что если убит контроллер, аккумулятор новый купить очень дорого. А так, в принципе, можно вот эти вот перепаять. Вот эти элементы 18500, 1400 мАч, соединены по схеме 2P, 2S. То есть два элемента параллельно и последовательно дальше. Так вот, я элементы, в общем-то, закажу. На Авито буду ждать. Вот когда они придут, надо будет перепаять, просто чтобы её как-то проверить. Либо же взять какие-нибудь 18650 в магазине, просто их снаружи к ней прилепить, там, пластырем. Сюда вот провода в аккумулятор завести и тоже вот, чтобы хотя бы просто посмотреть, живая она или не живая. Потому что если, кажется, она убитая, я имею в виду процессор, там, всё остальное, то это отремонтировать фактически нереально. Потому что запчасти на них очень дорогие. То есть одно дело, если там какой-нибудь хвост или ухо ещё вот, можно как-то сделать какую-то деталь корпуса на 3D принтере, то если электроника накрылась, это уже всё. Потому что на эту тему у японцев было очень много боли, вот батарея вот такая вот, что типа и хайба ломались, с поддержки они сняты. А они типа уже как члены семьи, печаль, боль, похороны торжественные в синтеистских храмах, любые деньги только отремонтируйте, объявления и так далее. Вот такая вот уже третья киберзверюшка, если считать у тех вот двух роботов-динозавров. Ну, надеюсь, она живая. Буду ждать, закажу сейчас, буду ждать ячейки на аккумулятор, буду чинить аккумулятор, смотреть, разбираться. Она, кстати, поумнее будет тех динозавров, хотя и сделана раньше намного. А у неё начинка примерно как внутренняя, вычислительно приятная, как в Sony PlayStation 2, что на то время было очень круто, особенно для работы с аккумуляторами. Вот такое вот видео. Всем удачи, всем пока, до новых встреч, товарищи!